Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня видео будет о мединили. Хочу показать свою красотку. Посмотрите, какая красота! Просто она заслуживает, чтобы про нее сняли отдельное видео. Я знаю, что у многих это растение не растет. Просто когда покупают, ее приносят домой, и она начинает погибать. У меня есть видео на канале, как сохранить мединилу после покупки. Я рассказывала. Можете зайти и посмотреть, кому интересно. Ну, весна в разгаре, но у нас еще очень много снега, как видите. И здесь вот эта красотка такая. Такие бутоны. Сейчас поближе сниму. Посмотрите, какая красота! Посмотрите, какая красота! Бутонов 5! 5 огромных бутонов! Посмотрите! Ну, это, конечно, вообще экзотика-экзотика. Видите, еще не распустившиеся цветочки. Розовые вот эти предсветники у нее. А цветочки вот распускаются вот здесь вот еще полностью. Посмотрите, сколько! Мединила, конечно, любит солнышко. Но не обжигающие. Прямо не могу на нее насмотреться. И у нее, знаете, очень продолжительное цветение. Она у меня стоит на вот таком высоком столике. Таком ярком. Потому что вроде у нее и горшок-то высокий, да? Но она требует еще подставки, потому что у нее свисающие бутоны. И они такие, довольно-таки еще и длинные. Видите, как место занимает она очень много. Я представляю, когда вообще взрослое растение не в горшке, а если в грунт высадить, то она будет очень больших размеров. И красота такая, наверное, неописуемая. Листья тоже у нее большие. Вот такая экзотическая моя красотка. В общем, могу сделать вывод, что мединила очень-очень светолюбивое растение. Ее нужно поставить на самое-самое светлое место. Чтобы не было сквозняка. Чтобы температура была... В общем, чтобы не было перепадов температуры. Она этого не любит. Все должно такое быть. Она и жару не любит, и прохладу не любит. И контраста, чтобы не было. Я ее опрыскиваю очень редко. Но когда она цветет, конечно, я ее вообще не опрыскиваю. Чтобы вода не попадала на ее бутоны. А поливаю я ее каждый день. Каждый день по чуть-чуть теплой водичкой. Ну и, соответственно, раз в 10 дней ей даю удобрения для цветущих растений. И все. И у меня зимой, конечно, я полив сокращаю. Я даю ей все-таки просохнуть. Она не терпит перелива. Ее лучше просушивать. Но желательно, конечно, знаете, чтобы не допустить сильной пересушки. И сильного перелива. То есть найти золотую середину. И все. Вот она у меня перезимовала вообще отлично. Она меня и в том году радовала. С таким пышным цветением. Вот и весь уход. Ничего сложного нет. Да, меденила не любит, ну как и другие растения, менять свое место часто. То есть вот я ее поставила на одно место. И она у меня стоит. А стоит она у меня вообще по центру. Здесь у меня как такой, знаете, как балкон. Не балкон. Ну, в общем, вот такая вот здесь у меня окна в пол. Света достаточно здесь. И южная сторона. Ну, за счет того, что окна тонированные, здесь нету вот этого палящего солнца. То есть такое в меру. И вот растениям нравится. Ну, конечно, я вообще очень рада, что у меня есть такое растение. Очень люблю это растение. Да и сами видите, это просто украшение в доме. Грунт я использовала универсальный, с разрыхлителями. У меня тоже есть видео на канале. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. У него такой керамический горшочек. Но этого горшка ей хватит надолго. Я даже не собираюсь оттуда, честно говоря, ее пересаживать. Потому что горшочек большой, места ей там хватит. Ну, а потом, через года два, может быть, конечно, я ее и перевалю еще. Потому что растет она очень-очень хорошо. И листочки такие. Посмотрите, какие листочки у нее. На листьях иногда образуется такая, как белая, такая крошечка. Такая, знаете, как манная крупа. Такая, ну, вот здесь вот видно. Это ничего страшного. Это ее особенность. Ничего это убирать не нужно. Ничего плохого здесь нет. Вот еще издалека покажу красоту такую. Хочется, чтобы вы тоже увидели, какая она красотка. вот такое видео получилось. Думаю, оно будет полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»